Всем привет! Эх, ребят, YouTube, видосики, картиночки для спидпоинтов, запись звука, я уже привыкла к этой работе. Говоря прямо, любые вещи в жизни могут усложнить тебе существование, так что, несмотря на такое громкое название видео, это не жалобы на то, как мне плохо и тяжело. Мне нормально. Любая работа может просто довести до стресса, если её много, и если твоя жизнь состоит из этой работы, как, например, в моём случае. Так что я не вижу ничего странного в том, что и эта работа иногда меня бесит, несмотря на то, что я так долго шла к этому и сама выбрала этот путь. Я хотела сидеть дома, делать ролики, получить зарплату и просто развиваться в творчестве. Я просто хочу поделиться с вами, чтобы вы понимали, что YouTube — это не всегда что-то позитивное и здоровское. И, несмотря на кучу плюсов, есть какие-то нюансы, которые всё-таки немного портят людям жизнь. И речь сейчас не конкретно о самом YouTube, как о площадке, о страйках там или о том, как он там, не знаю, режет просмотры. Речь не об этом, потому что это... Ну, я это не исправлю в любом случае. А именно речь о других житейских ситуациях, ну, вы поймёте о чём я. Я знаю, что со стороны YouTube реально очень позитивная и радужная штука, всё такое крутое. Кажется, что очень-очень много плюсов, а минусов тупо нет. А если есть, то какие-то совсем-совсем мелкие. И чё блогерам-то жаловаться? Закрыли рты и сидите. А почему не пожаловаться блогеры, что они люди? Думаю, просто стоит поговорить о минусах такой работы, потому что не вечно же нам всем хвалить YouTube. А то люди насмотрятся на таких видосах, бегут сюда, и их мечты разбиваются о скалы алгоритмов, рекомендаций и много каких-то других штук. И перед тем, как мы прям вот начнём про YouTube говорить, у меня сегодня очень странный спидпейнт на фоне. Я обычно ничего не говорю про арты, но сегодня прям захотелось. Это довольно сложная по моим меркам полноценная работа. Я прям почему-то запарилась над ней. Мне захотелось порисовать что-то очень-очень сложное, прикольное. И теперь внезапно у меня есть желание рисовать сложные картинки, но нет времени, нет сил. Я надеюсь, что у меня будет возможность и идея порисовать ещё что-то такое прикольное. То есть я очень сильно запарилась над покрасом, а красить картинки я люблю. В общем, я надеюсь, вы оцените результат, потому что я потратила на это довольно много времени. Ну, а мы начинаем. Я, честно говоря, не воспринимала YouTube как полноценную работу очень-очень долго. Ну, то есть даже когда я начала сюда делать ролики, я долго не могла влиться, а потом поняла, в чём дело. Я это воспринимаю как хобби. Вот у меня ничего и не получается. И ничего мне это не приносит. Вообще, с того момента я начала жить по-другому, а именно по график каждый день у меня теперь расписан. И чтобы успеть посидеть с друзьями и не потерять зарплату, я должна всё сделать вовремя. Вообще, в этом плане у каждого человека всё индивидуально. У каких-то блогеров всё отлично получается, они там всё успевают, и у них отлично всё. Но в моём сперпинг случае мы работаем даже больше, чем, к примеру, наши родители. А у них так-то обычный такой график, 5 дней в неделю, по 6-8 часов. У нас так-то и выходных даже нет, просто потому что для этого придётся в какой-то день сделать больше работы, и в следующий, чисто чтобы один день ничего не делать. Им хо, проще каждый день делать что-то по чуть-чуть и идти вечером к друзьям отдыхать хоть как-то, потому что иначе, ну, можно просто повеситься. В общем, к чему я это? Ах да, в глазах людей ты идиот, который делает какие-то сраные видосики за полчаса, это же не работа, как ты можешь жаловаться? Примерно так же относится к людям, которые работают в офисе. Ой, что за работа, бумажки перекладывайте, ничего не делайте. Ну, раз это так легко, чё, вы не пошли туда работать? В чём проблема тоже пойти на ютуб? Ах, нужен пиар, ну, здрасте, а я будто бы не проходила через это. Что за обесценивание работы другого человека? В общем, ютуб не считается полноценной профессией, по крайней мере в глазах старших, или в глазах людей, которые даже не заходят на ютуб. Но, с другой стороны, рисование тоже для некоторых не считается работой, так что... Моя мама первые пару месяцев тоже так себе вела, а потом я тупо не звонила ей где-то неделю, просто потому что была занята. А потом приехала к ней, и в моей мешке под глазами можно было складывать картошку. Я выглядела просто очень плохо. Вот с тех пор она верит, что работу я много. Вообще, за две недели до приезда Перпин мы вообще почти не спали. Нужно было сделать работу наперёд, ведь она была у меня аж целую неделю, и мы не могли делать ролики на отдыхе. Мы обе были в говно первые пару дней отдыха, а потом, когда она уехала, работы словно стало больше. Мы будто бы отвыкли от рабочего графика, и пришлось возвращаться всё через силу делать. В общем, ребят, это тоже работа. Конечно, это не шахта и не завод, и это всё-таки классная работа. Но, ребят, поймите, это всё-таки работа, и она жрёт силы и время просто капец. Про друзей. Вот кто очень сильно страдает в этом плане. У меня до Ютуба было очень много знакомых, с которыми мы постоянно сидели в оси и очень много общались. Мы катали в лол, да и просто сидели целыми сутками вместе. Так вот, когда ты чел с работой, так уже не выйдет. Люди не обязаны привыкать к моему графику, это всё понятно. Но довольно обидно, в первую очередь, мне, что я не могу посидеть с друзьями. Они пытались меня звать, но каждый раз, как они мне писали, я тупо была занята. И в конце концов, они просто перестали меня звать играть. И нет, мы всё ещё дружим, я знаю, что они всё понимают. Я их сама стараюсь звать хотя бы пару раз в месяц. И они приходят, но чёрт. Раньше мы сидели каждый день, а теперь раз в месяц можем поиграть. Вы же понимаете, насколько это большая разница? Общение с моими близкими поддерживает во мне жизнь, вот прям буквально. Поэтому сейчас я просто работаю с самого утра, чтобы вечером посидеть с ними, а затем после посидела, уже ночью, я иду делать остатки работы. И это мне ещё повезло, что пацаны у меня понимающие. Но вот у некоторых не так. Например, Перпин была тем самым человеком, который тасуется в РЛ жизни с РЛ друзьями. А в интернете она появлялась чисто, чтобы, ну, быть. Ну и писать мне, потому что мы всё-таки подруги. Её друзья не так радужно отнеслись к её работе. Мне кажется, первое время они думали, что он тупо их динамит и ищет отговорки, чтобы не ходить на встречи с ними. А потом просто обижались. Теперь, на самом деле, практически не зовут просто потому, что у неё работа. Но, ребят, это правда. Когда мы пишем, что заняты, у нас нет времени отвечать на все сообщения, давать критику или что-то такое, то это правда. Серьёзно. Спасибо тем, кто остался с нами, несмотря ни на что. Ну и тем, кто нас смотрит, потому что вы, ребят, крутые и очень сильно помогаете нам. Людям, с которыми я общаюсь, которые терпят мою работу, тоже спасибо. На самом деле, очень жаль, что так вышло. Возможно, мне стоит ещё как-то пересмотреть свой график, чтобы успевать больше. Но для этого надо вставать в 6 утра, а я как бы не железный человек. Ух. Артблоки. Может, это исключительно моя проблема, но у меня не было артблоков очень-очень давно, да? Но недавно я поняла, что не то чтобы у меня есть идеи, они как бы просто закончились. Идей нет, а работу делать надо. Рисовать я тоже хочу. А что рисовать? Я не знаю. А как работать тогда? Чёрт, слава богу, есть камешки, там уже есть идея и нет идеи. Арт рисуется как по маслу. Но вот постить с китчесосами в тратишке, где прорисовано только лицо, немножко стрёмно. Но на данный момент это вот мой максимум. Хейтеры. Да-да, челы, которые заслуживают отдельного ролика, но мне слишком впадло его делать. Но, грубо говоря, довольно странно себя ощущать тем самым человеком, который не делает людям зла. Не убивает котят, просто сидит на жопе ровно. А ему всё равно желают смерти. Воу, как круто. Им бы, конечно, пролечиться, потому что это ненормально, когда тебя что-то бесит настолько сильно, что аж нет сил терпеть и хочется написать в ЛС гадостей или сделать вещи похуже. А когда говорят, да забей, это не помогает, потому что... Не вам же желают упасть и сломать ноги, руки и перестать попадаться в реки Ютуба. Ну да, я же очевидно виноват, что родился на этом свете и что мои ролики у тебя в реках. Очевидно, я. Не хочу тут говорить много про это. Честно говоря, вообще не хочу. Тупая тема. Просто и так понятно, что это отвратительно, но с этим нужно жить. Просто когда ты чего-то добился, найдётся чел, который этого чего-то не добился, и теперь он ненавидит тебя. Ну, по крайней мере, это всё ещё значит, что я впереди и что не так уж и плохо. Итак, ребят, спасибо, что выслушали меня. Ещё раз говорю, я не жалуюсь на свою работу. У всех есть минусы, у всех есть плюсы. Всё-таки я к этому долго шла. Меня устраивает как есть. Но, конечно, как говорится, могло быть и лучше. Делитесь своим мнением. Считаете ли вы это какими-то проблемами? И если меня смотрят какие-то другие блогеры, какие у вас есть проблемы в жизни из-за Ютуба? Просто интересно, с чем люди ещё сталкиваются. В общем, подписывайтесь на мой канал, на мой паблик, на мой инст, на мой твиттер, на что там есть. Вот туда вот и зайдите, и посмотрите, и подпишитесь. Всем огромное спасибо, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok